Ну и сейчас на этот вопрос я постараюсь ответить. Как повествуют древние документы, христианство существовало в Индонезии еще за 2 года до ислама. Где-то в 7 веке здесь были сирийские христианские общины. И потом в дальнейшем католичество и протестантство пришли вместе. Вместе с европейскими колонизаторами в 16 веке. Позже в 20 веке появилось и православие вместе с русскими, которые вырвались из нечеловеческих условий на Филиппинском острове, где они оказались в эмиграции вместе с владыкой Иоанном Шанхайским. Многие быстро уехали в Америку, но некоторые остались. Были построены две православные церкви. Храм Иоанна Крестителя в Джаркарте и еще один в Бандунге. И в 1965 году церкви были закрыты. Повторное появление православной церкви в Индонезии – это было настоящее чудо. Все началось с поиска Бога одним мусульманином, которого звали Банбан Ви Бьянтора, жившего в то время на острове Ява. Он принял крещение в протестантскую веру, стал пастором и отправился изучать теологию в Южную Корею. Однако на многие свои вопросы так и не смог получить ясных ответов. Продолжая свои религиозные поиски, он однажды наткнулся на книгу «Православная церковь» епископа Калиста, которая помогла обрести ему ту самую церковь, которую он так долго искал. В 1983 году Банбанк обратился в православие, стал называться отцом Даниилом и отправился на святую гору Афон. Оттуда он вернулся священником-миссионером, переводил на индонезийский язык религиозные книги, создавал православные приходы, собирал средства на содержание священников, читал лекции и просвещал население. Постепенно православие вновь вернулось на индонезийскую землю, и сейчас в стране более 30 церквей и общин. Их число продолжает расти. В 2004 году Индонезийская православная церковь была включена в юрисдикцию Русской православной зарубежной церкви и получила статус самостоятельной церковной организации, духовно связанной с РПЦ. Отец Даниил, теперь архимандрит православной миссии в Индонезии. По сравнению с Россией, здешние священники во время службы проводят более длинные проповеди, стараясь объяснить Слово Божие и дать основы библейского образования. Прихожане приносят в храм Гиблию и сами вслед за проповедником читают из нее. Здесь разрешается задавать вопросы во время проповеди. В литургическом пении принимают участие все люди, и не только хор. Исповедание проводят перед каждым причастием. Ежедневные службы здесь не ведутся, так как все прихожане заняты на работе с самого раннего утра. В церкви служат сыночную, в субботу и воскресную литургию. Так как индонезийцы не употребляют молочные продукты, мясо деревенские жители едят очень редко, оно здесь в дефиците, оливковое масло не используют, питаются очень скудно и мало. То в стране весьма проблематично соблюдение поста. Чтобы православные все-таки чувствовали себя постящимися, им рекомендуется не есть перед вечерней или кушать по часам. Далее. По восточной традиции перед входом в церковь прихожане снимают обувь и совершают омоления. На церковнославянские возгласы священника отвечают на индонезийском языке. Проповедь слушают, сидя на полу. После возгласа единомыслием исповимы все мужчины обмениваются рукопожатием, а женщины поцелуями. Хотя подавляющее большинство населения мусульмане, большинство из них веротерпимы, однако в последнее время в Индонезию стал проникать ислам ваххабистского толка, ваххабистского содержания. И вот это уже создает достаточно большие проблемы. Часто церкви закрывают или разрушают, совершают поджоги и даже убивают христиан. Поэтому православной миссии приходится постоянно вести диалоги не только с мусульманами, но и со всеми другими конфессиями в Индонезии. Надеемся, что как можно больше индонезийцев сможет открыть для себя православие, которое чудесным образом возвратилось после многих лет заведения на эту землю. Субтитры создавал DimaTorzok